День народного единства Если считать щедро, то в 1993-м изначально она называлась Федеральная служба контрразведки. В 1995-м ее просто переименовали. А до этого ФСБ не было. А теперь давайте зайдем на сайт ФСБ и откроем раздел «История». Там мы увидим, что история начинается в 1917-м году. Читаем. 20 декабря 1917 года постановлением Совета народных комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. Ее первым председателем был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский. Современное государство Российская Федерация, я хочу напомнить, было провозглашено 12 июня 1990 года. И в честь этого события в России имеется еще один государственный праздник. Собственно, День России. Еще я хочу напомнить, что и до 1917 года в России тоже были спецслужбы, но никакой связи с ними ФСБ не ощущает. Может быть, кто-то забыл, так я напомню. В 1917 году в России случилась революция. Ее годовщину долгие годы отмечали 7 ноября. Так мы возвращаемся к вчерашнему празднику. Руководство России боится любого намека на революцию. Поэтому 7 ноября в 2005 году отменили. А чтобы не лишать народ привычного праздника, решили отмечать в начале ноября изгнание поляков из московского Кремля в 1612 году. В 2005 у российского руководства как раз были какие-то претензии к Польше. Так что давно забытая победа над поляками показалась вполне удачным выбором. Революция российским властям неприятна сама по себе. А то, что она принесла, руководство России, очевидно, как раз вполне устраивает. Давайте поэтому продолжим читать сайт ФСБ. Там в разделе «История» есть подраздел «Краткие биографии руководителей». Заходим туда. Дзержинский, Петерс, Ягода, Ежов, Берия. Сотрудникам российской спецслужбы, которые называют себя чекистами, есть чем гордиться. А вот теперь давайте посмотрим, а что они рассказывают конкретно про Берию. Несколько дат. Ни слова про репрессии. Ни слова про расстрел самого Берии. Зато есть ссылка на статью «За что Лаврентий Берия вышел из доверия». Кликаем на нее. Читаем. Я немного сокращаю, но я рекомендую всем зайти на сайт ФСБ и прочитать эту статью полностью. Сразу после смерти Сталина Лаврентий Берия занял пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. Поскольку главой правительства стал податливый и запуганный Георгий Маленков, можно говорить о том, что четыре месяца именно Берия стоял во главе страны. К числу наиболее ярких событий этого периода относятся Прекращение дела врачей-вредителей, Пресечение попыток переселения евреев в необжитые районы страны, Отмена паспортных ограничений, в том числе в Москве и в Ленинграде, Предложение написать новую, более правдивую историю Великой Отечественной войны, Устранение излишних звеньев бюрократизма, Тормозящих внедрение новых научных разработок и государственных решений, Выдвижение вопроса о разделении властей на партийную и советскую, Отмена троек, которые приговаривали без суда к высшей мере, Амнистия, освобождение и реабилитация ряда высоких представителей партийных, советских, военных, научных, культурных и общественных кругов, Осуждение культа личности, Возвращение Японии к Курильских островов, как говорится, вау, Дальше читаем Разумеется, эти пункты не во всех отношениях отражают действительно проводившуюся Берий Для наступления оттепели меры Но они вполне показывают характер предпринятой им либерализации СССР Вот кто, оказывается, был настоящим либералом Хочется сказать хотя бы несколько правдивых слов про главного сталинского палача, Но после такого чтения даже как-то неловко Так что давайте лучше почитаем другие биографии Про Андропова, например, есть статья Мы ему верили, не опасаясь подвоха На третьем месте с конца стоит Путин Вот это, собственно, и есть тот ряд руководителей, в котором он себя видит Годовщина революции, кстати, еще только послезавтра И вот так почитаешь сайт ФСБ и начинаешь думать, что революция иногда не такая уж и плохая идея